так сейчас в общем я буду переделывать стоя горячей воды у нас тут прямой такой идет и уходит к соседям вот вот такой вот п-образный палатин сушитель который нас естественно не устраивает и не устраивает то что он находится здесь в углу то есть он своим таким видом занимает во первых пространство и портит просто внешний вид зашивать коробом данной то есть громадить дополнительной конструкции тоже не хотелось поэтому я переношу трубу сюда здесь у нас будет импровизированный короб здесь ванна здесь будут небольшие полочки и так вот она по потолку наверху идет туда обратно полотенцесушитель будет лесенка находиться будет на этой стене ну то есть два будет спуска сюда подключение к лесенке ну вот в общем как то так сейчас сейчас техник отключает воду и я рублю стояк здесь рублю стояк там и подключаю уже по новой ветке по новой системе и соответственно счетчик у нас уйдет отсюда из ванной комнаты в туалет в шахту там где и должен был находиться изначально ну в общем пока как так сейчас переделаю и уже покажу что у меня вышло ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему я использовал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие этапы Ну, получается, к этим кронштейнам К этим заглушкам И будет подключаться наши Кронштейны Вот таким вот образом Полотенец с полочкой Размер 80. Высота 50. Ширина Сейчас будем делать его подключение Делаем разметку Под полотенцесушитель Нужно будет прорезать стекло по этой отметке где отмечено карандашом по уровню по лазеру и также вывести два выхода вот эти вот меточки временно устанавливаем полотенцесушитель для того чтобы можно было спаять трубы чтобы не ошибиться с размерами и установить полотенчик точно в то место где он нам нужен то есть по центру между колонной и стеной так здесь вот в общем задали отметку это у нас приблизительно размер толщины плитки и в общем установили крепление полотенчик стоит так как он должен будет стоять после окончательного монтажа и теперь делаем паяем трубы соединяем их наверху к этим кранчиком и не забываем сделать еще выход для горячей воды так полотенцесушитель установлен трубы подведены подключены запаяны так вот у нас эти кранчики трубы все идет по штропе сейчас нам нужно запенить эту трубу чтобы зафиксировать ее в данном положении а потом уже мы ее замажем штукатурочкой так вот небольшой тройничок остался двадцатой трубы и вот оттуда у нас пойдет горячая вода на туалет там у нас будет стоять счетчик и потом уже пойдет разводка по комнатам кстати почему я поставил тройник именно на трубу полотенцесушителя для того чтобы можно было открыв один кран прогнать воду через полотенцесушитель чтобы нигде у нас не завоздушилась и после уже спустить воздух через тройник то есть через кран где-нибудь в смесителе ну и также воздух можно будет спустить здесь вот установлены краны маевского либо с этой стороны либо с этой стороны и после уже окончательно воздух спустить полотенцесушителя так еще один момент на который хотел бы обратить внимание это то что установка вот этих вот чашечек я вот делал такой вот импровизированный шаблон лист гипсокартона просверлил отверстие и установил чашечку так это у нас якобы плитка и чтобы вот эта резьба была минимально возможная какой чтобы ее видно практически не был поэтому мы делаем сейчас шаблон из гипсокартона устанавливаем чашечку и запениваем нашу трубу запениваем все ждем окончательно когда все это высохнет снимаем полотенцесушитель и все это замазываем ну вот как то так а таким вот образом закрепили полотенцесушитель полотенцесушитель у нас лесенка чашечка все закрылся аккуратно красиво в этом месте у нас установлено заземление как вы помните те кто следил за процессом как это все происходило в общем трубы у нас проходят здесь пациентов расходятся в разные стороны и теперь наша задача запустить воду открыв эти краны выгнать воздух который там есть системе для того что полотенцесушитель у нас функционировал в будущем хорошо ну то есть выполнял свое естественное предназначение функцию обогревал данную комнату и сушил вещи которые будут находиться на нем здесь у нас есть два крана маевские которым нам нужно будет открыть тогда мы будем запускать полотенчик чтобы спустить воздух из полотенчика и Продолжение следует... Продолжение следует... Сгонит через вот этот вот полотенчик, через этот маески. Брюется. Полотенчик функционирует. Прошло полчаса после его запуска. Он не остыл, значит все хорошо. Можно закрывать потолок, закрывать краны, закрывать все, что находится под потолком. И у нас будет теперь белый ровный потолочек. Продолжение следует... Продолжение следует...